Добрый вечер с новостями к этому часу Алия Абитова. Коротко о главных событиях дня. В Западно-Казахстанской области мужчина открыл стрельбу по прохожим. В регионе объявили план перехват. Подробности в выпуске. В Актау обрушился целый этаж строящегося дома. Снесут ли новые здания и что требуют владельцы будущих квартир? Ельдоса Куспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан. Спецоперацию провел КМБ. Порядка 6000 нарушений совершили мопедисты с начала года в Алматы. Имеются факты перевозки оружия и наркотиков. В полиции предпринимают особые меры. Рустам Аралбаев продолжит. С подозрением на сибирскую язву госпитализировали 15 человек в Акмолинской области. Введен карантин. Что стало причиной заражения? Дело Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена передали в суд. Как сообщили в госсуде, их подозревают в организации и участии в массовых беспорядках во время январских событий в Алматы. Помимо них, на скамье подсудимых оказались еще 40 человек. Напомню, криминального авторитета Армана Джумагильдеева с его группировкой из пяти человек задержали во время спецоперации 7 января 2022 года. В апреле того же года арестовали и предпринимателя Кайрата Кудайбергена. По версии следствия, он призывал объединиться вокруг Дикого Армана, поддержать его и выдвинуть единые требования власти. Отмечается, что дело находится на стадии регистрации. Дата рассмотрения пока не назначена. Членов группировки Ильдоса Куспаева и его самого этапировали из Северного Кипра в Казахстан. Как сообщили в КМБ, ранее 7 человек были объявлены в международный розыск по подозрению в рейдерстве и создании ОПГ. По данным агентства по финмониторингу, подозреваемые захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компании и занимались теневым бизнесом. Группировка Ильдоса Куспаева состояла из 11 человек. Ранее сообщалось, что пятеро из них были задержаны. В Акмолинской области 15 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Об этом сообщили в Минздраве. 13 случаев зарегистрировали в Жаркаинском районе и 2 в Есильском. Известно, что все заболевшие работают в одной частной компании и контактировали с больными животными. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, в 16 из 21 пробы мяса обнаружено ДНК сибирской язвы. На территории села Ушкарасу с 31 августа объявлен карантин. Введены ограничения на вывоз сельхозпродукции. Было сожжено 536 килограммов зараженного мяса. В ведомстве отметили, что ведется работа по ликвидации очага заражения. Сейчас пациенты в состоянии средней тяжести. 35 контактных лиц находятся под медицинским наблюдением. Земли вокруг озера Кольса Алматинской области используются не по назначению. Об этом заявил мажористмен Данияр Каскараов. По словам депутата, соответствующим госорганам необходимо провести проверку. По его мнению, земельные участки ранее были переданы на сельскохозяйственные цели – сенокосы и пастбища. Однако сейчас там находятся гостиницы, бассейны и кафе. По словам народного избранника, требования о запрете капитального строительства на территории национального парка не соблюдаются. Внутри страны есть земли, требующие особой защиты. Они в свое время продавались по дешевым ценам, переходили во владение нелегалов. Необходимо создать специальную комиссию и провести комплексную проверку. При этом считаю необходимым проверить их законность и вернуть в собственность государства все земли, проданные на всей территории национального парка, а не только кольцай. В числе пострадавших во время перестрелки в селе Арал-Тубе Западно-Казахстанской области оказалась годовалая девочка. Она получила огнестрельное ранение, но врачи провели операцию и сейчас состояние маленькой пациентки оценивается как средней степени тяжести. Сам стрелок скрылся с места преступления. Для его поисков в регионе был объявлен план перехват. Все подробности происшествия у Рамины Мирзалимовой. Инцидент произошел после 6 часов вечера. Все началось, когда двое мужчин, фермеры и житель села внезапно повздорили. И в какой-то момент 48-летний мужчина взял охотничье ружье и начал стрелять в прохожих. В результате пострадали трое. 34-летний мужчина, 59-летняя женщина и годовалая девочка. Всех раненых экстренно доставили в больницу. Годовалого ребенка врачи прооперировали в ту же ночь. По словам медиков, сейчас жизни малышки ничего не угрожает. Состояние ребенка среднее. Очень много крови потеряло. Мы сделали операцию. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. Состояние остальных пострадавших среднее. Их положили в районную больницу. А вот местного стрелка полицейским удалось задержать через 8 часов после случившегося. Для этого по всей области пришлось объявить план «Перехват». Полиция, департамент Межридель, дистру Шаралам Джиргузу. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Мы задействовали весь личный состав. В результате сотрудниками полиции был задержан подозреваемый и помещен в изолятор временного содержания отдела полиции Сырымского района. Полицейские изъяли у задержанного орудия преступления и приобщили к материалам дела. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Рамина Мирзалимова, Амира Альжанова, Айна Раиса, Юрий Осипенко, телеканал Алматы, Западноказахстанская область. В Актау проводят проверку по факту обрушения целого этажа строящегося дома. Весьма впечатляющие кадры ранее появились в соцсетях. Их сделал один из строителей, который чудом остался в живых. Теперь владельцы квартир отказываются заселяться в злополучную многоэтажку, боясь остаться под завалами. Айдан Анураш расскажет подробнее. Видео с последствиями обрушения целого этажа внутри строящегося дома вмиг разлетелось в соцсетях. Сначала в произошедшее было тяжело поверить, но выяснилось, что внутри здания рухнули плиты. А сам автор ролика, строитель, едва не погиб. Произошедшим теперь всерьез обеспокоены владельцы этих квартир. Мы купили здесь квартиру и не в рассрочку. Наши дети испугались, боятся уже, пусть строят качественно, либо возвращают наши деньги. Всего в жилом доме 135 квартир. Объект завершили на 70%. Сами строители причину обрушения объяснили так. Все произошло при монтажных работах с краном. Тяжелый строительный груз упал на прокладываемую плиту, которая обрушилась на плиты нижних этажей. Это не влияет на качество строительства. Вместо разбитых плит устанавливаем новые. Между тем, чиновники приступили к проверке строящегося объекта. Причину обрушения конструкции устанавливают. Имеются вероятности на использование некачественных материалов и ведение строительно-монтажных работ с нарушениями. Однако точная причина будет известна после комплексной проверки на соответствие выполненных строительно-монтажных работ. Всего в Актау, как оказалось, насчитываются 28 незаконно построенных жилых домов. Для того, чтобы добиться сноса этих объектов, местные власти обратились в суд. Обильные дожди стали причиной сильнейшего наводнения в Турции. Погибли по меньшей мере 4 человека. Еще 5-е числятся без вести пропавшими. Сейчас активно ведутся их поиски. По данным спасателей, в водной ловушке оказались 20 провинций Турции. В городах, в том числе в Анкаре и Стамбуле, объявлены предупреждения об опасности. По оценкам экспертов, обильные дожди будут продолжаться с перерывами еще несколько дней. Всего в результате наводнений были затоплены жилые дома, повреждены сельскохозяйственные поля, транспортные средства, также разрушены дороги. А в Болгарии жертвами наводнения, вызванного обильными осадками, стали 2 человека. Несколько населенных пунктов оказались полностью под водой. В связи с чем в селе Царево объявили чрезвычайное положение. Стоит отметить, что наводнение накрыло и Грецию. В портовом городе Волос, где вторые сутки идут сильные ливни, было найдено тело мужчины. Во время разбушевавшейся стихии на него рухнула стена, сообщают местные СМИ. Вы смотрите новости, далее в выпуске. Порядка 6 тысяч нарушений совершили мопедисты с начала года в Алматы. Имеются факты перевозки оружия и наркотиков. В полиции предпринимают особые меры. Рустам Аралбаев продолжит. Около 8 тысяч алматинских учеников пользуются трансфером в школьный автобус. Сколько еще школ обеспечат бесплатным проездом? В Алматы задержали мопедиста, который перевозил в курьерской сумке нелегальное оружие. Такой информацией поделились в департаменте полиции. Мужчину задержали и завели дело. А с начала года водители двухколесного транспорта совершили почти 6 тысяч нарушений. Чем и обусловлено постоянное недовольство автолюбителей и пешеходов. Что делать и как быть, чтобы взять ситуацию с мопедами на контроль, попытался понять Рустам Аралбаев. Мопедисты давно стали головной болью не только для автолюбителей, но и пешеходов. Все из-за бескультурного вождения. Нередко соблюдение ими правил дорожного движения удивляет окружающих. Однако проезд на красный, нарушения разметок и прочие аварийные ситуации – это только полбеды. Отдельные неудобства причиняют их ревущие моторы. Любой ЖК заедет, орут эти мопеды. У нас по статистике в день от 30 до 50 ДТП происходит именно с участием мопеда. Потому что нет ни госномеров, ни прав. Поэтому их надо приравнивать всех к мотоциклу, ставить на регистрацию, выдавать госномера. И только тогда они будут уже соблюдать правила дорожного движения. Конечно, не все водители мопедов одинаковые. К примеру, наш герой имеет всю защитную экипировку и два шлема, на случай, если повезет пассажира. По его словам, проблемы на дорогах вызваны не только мопедистами, но и водителями авто, которые отвлекаются на телефоны, совершают резкие маневры и другие нарушения. Впрочем, идею регистрации мопедов он поддерживает. Я сам учился в автошколе. Полностью знаю правила. И после этого перешел на мопед и на машину. Думаю, нужно всегда так делать. Дать госномера мопедам нужно. Потому что нужно будет отслеживать всякие правила. Некоторые даже проезжают на красный свет, которые создают аварийную ситуацию. Некоторые превышают скорость. Наибольшей популярностью мопеды пользуются среди курьеров. Однако иногда в курьерской сумке может скрываться совсем необычная посылка. Вот недавно был задержан мужчина. У него, как всегда, за спиной курьерская сумка. Был произведен досмотр. Внутри огнестрельное оружие, несколько сотовых телефонов. Оружие не зарегистрировано. В настоящее время назначена экспертиза баллистическая. Мы установим, что это за оружие, кому принадлежит, с какой целью он хранил. Возможно, под видом курьера скрывался уголовный преступник, который совершал более тяжкие преступления. Всего с начала года в ДТП с участием мопедов пострадали 240 человек. 8 из них погибли. Частой причиной печальной статистики являются незаконные модификации. С начала года 23 водителя привлекли к ответственности за увеличение мощности двигателя. Полиция продолжает рейдовые мероприятия. На места в студенческих общежитиях могут претендовать как студенты, обучающиеся на гранте, так и платники. Как сообщила замглавы комитета высшего и послевузского образования Киркия Блайхан, на законодательном уровне каких-либо ограничений при распределении мест нет. Однако, в первую очередь, заселяют студентов из социально уязвимых слоев населения, а уже после первокурсников. Сами видите, что действительно имеется дефицит мест в общежитиях. Поэтому, если студент в этих группах, то он получает приоритет при распределении. А в целом, законодательно, каких-либо ограничений нет. На сегодня порядка 100 тысяч казахстанских студентов получили места в общежитиях. Однако, дефицит составляет почти 24 тысячи мест. По данным ведомства, до конца года планируется сдать в эксплуатацию 26 студенческих домов. Ожидается, что для студентов дополнительно появится более чем 6 тысяч мест. Сейчас у нас демографический бугор. Наступает этот период времени, и это был неизбежный момент по поводу того, что студентов будет больше, чем инфраструктура. А вот если говорить про цифры, дефицит, он будет. И даже в следующем году, когда мы еще несколько общежитий новых откроем, просто потому что идет демографический бугор. И пока этот не придет в норму, пик рождаемости, мы это будем наблюдать. В Управлении молодежной политики Алматы разрешили ситуацию с нехваткой мест в общежитии для студентов одного из вузов. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители и учащиеся жаловались на руководство университета. Там провели беседу со всеми сторонами и предложили места в хостелах, с которыми заключены соглашения. Однако, многие родители потребовали заселить их детей в общежитие университета. В Управлении молодежной политики отметили, что на данный момент проблема решена. Они как раз-таки стояли в ситуационном центре в очереди, чтобы получить свое направление на заселение. Были те, кто не хотел жить в гостиницах и хостелах, потому что студенческое общежитие не находится на территории кампуса, а есть гостиницы и хостел, где нужно ехать. Мы находим гостиницу, скидываем это в чат ректорам, проректорам университетов. Они сразу стараются выстроить с ними договорные какие-то отношения. Мы просили другие вузы сразу поддержать, чтобы как-то максимально распределить этих студентов. Ну, там буквально день-два и ситуация была решена. На сегодня объекты гостиничного бизнеса заселили студентов на 10 тысяч койко-мест. Некоторые из них в перспективе планируют модернизировать под студенческие общежития, сообщили в управлении. С момента запуска данного проекта откликнулись 107 потенциальных инвесторов. С их помощью до 15 сентября будут созданы еще 900 мест. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов на 4 тысячи койко-мест. Как вы знаете, в Алматы самая сложная ситуация с расселением студентов. Около 32 тысяч мест не хватает, поэтому модернизация гостиничных объектов – самый оптимальный вариант. Оплата в таких студенческих хостелах будет варьироваться от 40 до 50 тысяч тенге. Условиям безопасности уделяют отдельное внимание, устанавливают видеокамеры, а комендантский час предусмотрен так же, как и в общежитиях. В этом мы сейчас лично убедились. Около 8 тысяч алматинских учеников пользуются трансфером по новому проекту «Школьный автобус». До школы и обратно домой учащихся довозят и привозят желтые скулбасы. В первую очередь предпочтение отдается детям младших классов и тем, кто живет далеко от учебных заведений. Спецтранспортом на сегодня обеспечены 30 алматинских школ. Всего для города было закуплено 100 транспортных средств. В зависимости от комплектации они вмещают от 20 до 40 пассажиров. Каждый автобус оснащен повышенной системой безопасности и комфорта. В следующем году, как сообщили в городском Акимате, планируется приобрести еще 50 скулбасов. Это позволит организовать комфортную перевозку больше 12 тысяч алматинских школьников. Для каждой школы разработаны детальные маршрутные листы. Некоторые школы осуществляют подвоз в два рейса, а некоторые в один. Сначала рассмотрели такую крайнюю необходимость, чтобы у детей был осуществлен подвоз. Делали анализ и примерно около 15 тысяч детей действительно нуждаются. Мы в этом году приобрели 100 автобусов для 30 школ. И для этого у всех школ имеются средства 1,4 миллиарда для организации подвоза. То есть школа финансирует именно организацию подвоза. Внедрение инновационных технологий в работу малых сельских хозяйств позволит в 4 раза увеличить средние показатели у доя рогатого скота. О перспективах развития агропромышленного комплекса, озвученных в ежегодном послании президента, высказались ведущие казахстанские ученые. А вот повысить объем и качество урожая посевных, по мнению экспертов, поможет культивация водоемких и монокультурных сортов семян. Действительно ли повсеместная модернизация обеспечит доступ к мировому экспорту даже небольшим фермерствам, узнавала Дина Женобекова. Автоматизация производства и внедрение роботизированной техники. Тотальная модернизация работы малых сельских хозяйств, по словам экспертов, позволит в разы повысить производительность казахстанских фермерств. К примеру, показатели среднесуточного у доя коров в одном из модернизированных агрохолдингов страны сегодня бьют мировые рекорды, говорят ученые. У дои, там в сутки корова дает 85 литров молока. Вы представляете, это рекорд, рекорд мира. Там стоят роботы, и корова самопроизвольно, настолько она уже обучена, адаптирована именно к этой технике. Когда наполняется молоко, она сама подходит именно к этому доильному аппарату. Робот вытирает, обмывает это вымя и начинает доить. Как отмечают аграрии, в обычных условиях коровы неселекционных пород способны давать лишь до 20 литров молока в сутки. Масштабная же поддержка малых сельских хозяйств позволит фермерам разводить специальных молочных буренок. Если сегодня государство готово предоставить желающим льготные кредиты для расширения бизнеса, то острой проблемой в стране остается катастрофическая нехватка специалистов. И лишь повсеместное внедрение образовательных программ и практик, подчеркивают ученые, способно полностью решить давно наболевшую проблему. Это же хозяйство мы тоже используем как база для практики студентов, чтобы студенты знали, что значит продвинутое хозяйство, как должно быть, как работать с этой техникой, как правильно поставить работу. Вот именно в таком плане мы работаем со студентами. А вот чтобы увеличить площади высокорентабельных культур, необходимо сократить водоемки и монокультурные посевы. Над этим вопросом сегодня активно работают ведущие аграрные университеты и институты страны, отмечают ученые. И хлопок, и рис у нас очень много употребляет воды, поэтому мы уже со следующего года будем ввести сорта, которые меньше будут употреблять воду. При этом повысить объем и качество ежегодного урожая способно лишь разведение семян казахстанского производства. Качество импортируемых из зарубежных стран сортов, по мнению специалистов, сейчас оставляет желать лучшего. Какие семена нам продают зарубежные производители? Какого они качества? Конечно же, самые лучшие сорта они оставляют себе, а экспортируют семена третьего, четвертого сортов. Кроме того, нужно учитывать процесс адаптации. Не все сорта у нас приживаются. Соответственно, падает объем и качество урожая. Поэтому необходимо наладить процесс выведения отечественных сортов культур. Высокая производительность животных, культивирование высокорентабельных культур и повсеместная модернизация обеспечат предпринимателям не только огромную прибыль и повысит качество продукции, но и откроет даже малым хозяйством доступ к мировому экспорту, резюмировали специалисты. Дина Жанабекова, Ирнат Булатбек, телеканал Алматы. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова